Яхту следующую будете строить здесь? Дома? Во дворе? Это самый лучший вариант, насколько я знаю, поскольку в наше время немного людей живут в том месте, где родились. Нам повезло, мне повезло конкретно, я родился здесь. И первую свою океанскую яхту, лагуну, мы построили здесь во дворе. Вот совсем недалеко, в 10-12 метрах отсюда, просто под навесом эта яхта создавалась. Потом ее переместили ближе к дороге, там достраивали в течение нескольких лет. И думаю, что это тоже имеет очень большое значение для того, чтобы яхта получилась по максимуму успешной. То, что она строится именно на своей, на родной земле. Я знаю, что молодые люди принимают участие. Вот когда вы строите, яхты строили свои, создавали. И молодежь вам помогает местная тоже, да? Лагуну мы создавали здесь во второй половине 80-х. И тогда несколько человек принимало участие, приходило. Потом на создании ветроперемен, это начали мы работать с 93-го года примерно, у нас до 22-х человек работало. Там тогда была очень благоприятная ситуация, поскольку в 75-й школе была группа трудового обучения, производственного обучения, которая готовила специалистов по строительству деревянных яхт, как раз, деревянных судов. И они у нас проходили практику. Лучшие из них в конечном итоге присоединились к нам. И в течение довольно длительного периода времени, нескольких проектов, они работали с нами и получили очень высокий уровень квалификации. Поэтому, я думаю, что и они будут принимать у нас участие в создании новой яхты, и лучшие из них. И кроме того, в общем-то, и желающие. Идея школы заключается в том, и идея создания яхты заключается в том, что человек, который будет ходить на яхте, он должен по максимуму вкладывать себя в создание яхты, на которой он будет потом находиться в море. Это одно из условий. Для того, чтобы получить оптимальный результат, человек должен принимать максимальное участие в создании своей яхты. В нашем случае это идеальный практический вариант, когда человек сам проектирует яхту, задумал ее, организовывает строительство, по максимуму участвует в нем, и потом на этой яхте выходит в море. Это, в общем-то, формула успеха. Кроме всего, думаю, что найдутся люди, которые хотели бы научиться, неважно для каких целей, то ли для того, чтобы превосходить профессию и заниматься этим в течение жизни, то ли для того, чтобы самому строить яхты. Есть идея создавать здесь же мастерскую, где люди могли бы учиться тому, то, что мы последили уже довольно-таки на хорошем уровне. У нас весьма приличный опыт в работе с древесиной, в создании деревянных яхт. Это, конечно, наиболее сложные технологии и на сегодняшний день. Больше того, эти традиции утрачиваются. Совсем немного людей осталось, которые знают хорошо эти технологии работы с деревом. Кроме того, у нас богатый опыт в работе с современными материалами. Тем более, с углепластиком, который наиболее перспективный, который мы используем в сочетании с каштаном. Эти два материала великолепно сочетаются. И в «Дочери ветра» мы получили огромный опыт работы с этими материалами. На создании новой яхты у нас будут применяться клеи, основанные на технологиях. То, что позволит нам сделать яхту еще более прочной, легкой. И самое главное, что нам эти материалы нужны для создания мачт. Это один из наиболее критических элементов. Тем более, что на «Дочери ветра» впервые мы сделали мачту без стоячего токелажа. И здесь прочность мачты имеет решающее значение. В данном случае это очень положительный опыт, богатый опыт. Но применение наносвязующих в новом проекте позволит на порядок улучшить вот эти показатели. И это, конечно, очередной очень интересный проект и очень интересный перспектив. Виктор Аркадьевич, скажите, пожалуйста, кроме того, что ваши яхты могут двигаться закрепленным рулем, у них, я знаю, нет еще двигателя на яхтах? Да, это тоже особенность весьма существенная. Сейчас очень много говорят, ну, за рубежом это называют «гринбоут» – яхты, которые не загрязняют окружающую среду. И в этом плане, безусловно, речь идет о том, что там выхлоп, разлив нефтепродуктов, топлива. Но немногие понимают то, что главное, в общем-то, не в этом. Главное в том, в тех вибрациях, в которых находится человек, когда выходит в океан. И там, где находится на яхте двигатель, это уже создает ситуацию, где есть и запахи, и вот эти горючие смазочные материалы, которые в любом случае создают качество пространства. В данном случае, в негативном плане. Когда включается двигатель, естественно, возникают вибрации, которые негативно сказываются и на человеке. И абсолютно понятно каждому, что это никому не доставляет удовольствия. Кроме того, эти самые вибрации передаются через корпус яхты на океан. И, само собой, это нарушает гармонию, о которой мы говорим. На нашей яхте, на «Дочери ветра» был подвесной мотор. И, в общем-то, при входе и выходе из гавани это имеет значение. Мне приходилось, после того, когда мы отказались от этого двигателя, и мне приходилось неоднократно, в довольно-таки сложных условиях, заходить в разные марины, выходить и днем, и ночью. Конечно, это сложная ситуация. Но есть еще одна идея, что только тогда, когда ты полностью полагаешься на парус, ты сможешь научиться ходить под парусом по-настоящему. Тогда ты можешь стать настоящим моряком. Когда люди узнают, что на яхте нет двигателя, всех это удивляет. Даже заядлых яхтсменов. То есть в наше время это кажется нонсенс. На самом деле люди просто забыли об истоках. Та яхта, о которой мы сейчас говорим, она будет меньших размеров. И, конечно, людям, особенно у которых не очень большой опыт, будет гораздо легче учиться ходить на этой яхте. В этом цель как раз. Цель в том, чтобы научить людей ходить под парусом правильно с самого начала. И, в общем-то, хотелось бы, чтобы та школа, о которой мы говорим, помогала людям, которые начинают, только начинают. С самого начала постигать это правильно. Потому что в тех школах, которые были и раньше, и которые на сегодняшний день существуют, об этом никто не говорит. Виктор Аркадьевич, скажите, пожалуйста, несколько слов о той школе, которую вы собираетесь создать. Или она уже есть? Школа это больше виртуальная. Потому что в плане деятельности этой школы мы создаем яхты. Одну за другой. Вот уже которая яхта сейчас у нас будет создаваться. Мы накапливаем опыт хождения на этих яхтах. Мы пытаемся создавать какие-то материалы. Появляется опыт, какие практики необходимы в океане для того, чтобы человек мог развиваться во время плавания. А не только наслаждаться общением с этой стихией. Поэтому вот в таком плане школа существует. И понятно, у меня иногда появляется мысль, что мы опережаем время. Безусловно, то, что мы делаем, оно будет востребовано. Но в данный момент у нас пока есть люди, которые принимают какое-то участие в нашей школе. Но это еще не та работа, о которой мы говорим. Поэтому нам нужно обобщить тот опыт, который есть. Рассказать о нем как следует. Чтобы люди знали, о чем мы говорим, когда говорим «Школа Океан». И тогда, я надеюсь, такие люди и найдутся, которые посредняются к работе нашей школы. Я так понимаю, эта школа, ее смысл не просто научить. И смысл вашего учения не просто передать знания в азах мореходства. Но и передать знания, накопленные за вашу жизнь, именно ваших философских убеждений. Потому что это может каким-то образом изменить и все общество. Цель, конечно, главная цель, которую мы обозначили, это получить как больше понимания в отношениях человека с океаном. Изучение взаимодействия человека и океана. Не зря стихия воды, вода является носителем информации. И тут обоюдное действие. Как человек влияет. Причем влияет не только в том плане, как люди считают, что происходят какие-то катастрофы, которые загрязняют океан. Нет, человек влияет на океан еще и своими мыслями, своими вибрациями. И это влияние может быть не менее негативно, чем те разливы нефти, о которых все знают и которых все пугают. Вот об этой стороне практически никто не догадывается. Но это очень важная сторона вопроса. Поэтому, когда мы говорим о взаимодействии человека с океаном, нужно понимать это гораздо более широко, чем это было принято до сих пор. Кроме того, когда мы говорим о России, Россия не только уникальна своими размерами, но еще и тем, что береговая черта в Советском Союзе была 44 тысячи километров, но и сейчас в России это 38 тысяч километров. Это контакт с океаном, можно сказать. Такой, которого нет ни у одной другой страны мира. Но этим благом страна практически не пользуется. На мой взгляд, это работает тогда, когда граждане страны, жители России будут больше и больше понимать, что такое океан, и поймут, насколько благотворно взаимодействие человека с океаном. Именно в этом лежит главная возможность, которая благоприятно влияет на развитие страны. Любая страна, расцвет любого государства, если посмотреть на историю человечества, напрямую связан с тем, насколько развито было мореходство в этой стране. Еще начиная со средних веков Голландия, Швеция. Если говорить раньше, то древние египтяне начинали судостроение. Первые успехи в судостроении лежат там еще 4-6 тысяч лет назад. Дальше римляне. У них очень сильно был развит флот. Можно вспомнить Венецию, которое совсем небольшое государство, которое в течение многих веков процветало, только благодаря тому, что у нее был великолепный флот. О чем мы говорим? Франция, Англия, в наше время это и Германия, Соединенные Штаты, Новая Зеландия, Австралия. Везде там, где развиты водные виды спорта, водная активность на воде, особенно парусные яхты, это все процветающие страны. То есть это достаточно откровенно. Поэтому мы связываем очень большие надежды, что то, что мы делаем, поможет России в конечном итоге подняться из того состояния, в котором мы сейчас находимся. Надо сказать, что радует то обстоятельство, что в Москве все больше парусных школ появляется, где люди могут приобрести азы. Но наша задача заключается в том, чтобы создать такую ситуацию, где люди поняли бы, что возможности взаимодействия человека с океаном открывают гораздо большие возможности, чем просто отдохнуть во время летнего отпуска. И, безусловно, в духовном плане человек, для которого это важно, мог бы посоединиться к тем начинаниям, которые есть у нас, к тому опыту, который у нас уже есть. Я думаю, что перспектива очень интересная. И она, само собой, будет развиваться. Каждый раз, каждое очередное плавание приносит какие-то новые результаты, новые успехи. И, конечно, когда нам удастся объединить людей, которым это интересно, эти достижения и результаты будут развиваться гораздо более динамично. Виктор Аркадьевич, не могу не спросить про Сити оф Сочи, про яхту, которая делается в стенах Лазаревской судоверфи. Она не делается, она там находится, надо сказать. И, в общем-то, не делается уже много лет. Два-три года назад мы начинали разговор, и, в общем-то, мэр города Пахомов прислушался, даже выделяли средства какие-то. Но мои усилия, в общем-то, особого результата не имели. Несмотря на то, что даже деньги были выделены, мне так не удалось найти общий язык с теми людьми, которым была поручена эта программа в администрации. И ВОЗ, как говорится, и ныне там. Но эта яхта, которая, на самом деле, и на сегодняшний день не утратила своей актуальности. Она создана по очень хорошему проекту на современных материалах и технологиях. И, безусловно, она могла бы быть флагманом парусного флота и города, и тем более нашей школы. Виктор Аркадьевич, еще раз вас с днем рождения. Спасибо. Спасибо большое, что пригласили нас, что дали возможность с вами пообщаться. Мы обязательно продолжим наш разговор. С удовольствием. Спасибо большое. До свидания. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова